Дмитрий Петрович 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 Никакой чужой полиции, никаких чиновников. Вот у нас сейчас есть эта возможность. И так совпадает, что получается вот это движение снизу, надо сказать, что там население преимущественное сельское, и еще чувствуется вот эта сельско-общинная взаимовыручка. И в то же время на это наслабывается та идеология, которую принесли от парчисты. На этот момент это уже демократический конфидерализм. На чем он строится? Он строится на самоуправлении. И это не просто самоуправление, а самоуправление, при котором соблюдается права всех членов общества, и все они своим голосом как-то участвуют в местных конфликтах и общих координирующих конфликтах. И они совершенно не заморочены на то, что мы наконец у нас возможно следствие государства. Нет, им достаточно автономии, и они себе представляются в будущем как, что это сеть вот таких вот автономных общин, которые какие-то вопросы они решают самостоятельно, а ради какого-то большого дела они объединяются. В чем часто слышится критика, с другой стороны, что они, какие-то они достаточно левые, то есть, если запад так подозрительно на них смотрит на Рожаву, на Почистов, то они слишком левые, хотя они, как и слова, красиво говорят, коммунизм, агрессия, фирмализм, они слишком левые. И в Агипе они недостаточно левые, они не говорят о классовой борьбе, они не перевернули на место свою экономику, о которой они вообще может быть речь. Что сами от Почистов говорят о себе, причем я хочу сказать, что то, что они говорят сами о себе, нужно в первую очередь слушать тех, кто находится на земле, да, чем ближе к центру революции, тем больше понимают, что же там творится на самом деле. И они говорят, да, мы лучше неосторожены с экономикой, потому что у нас умерла война, помимо того, что мы должны ко мне все придержать здесь, у нас еще, плюс еще примерно две трети населения, это беженцы, которые сбежали от уставистов, и мы о них должны позаботиться тоже, и поможем это делаться в наше общество. Но, как мы видим наше будущее, и то, что мы делаем уже, мы видим наше будущее в кооперативной деятельности, и во взаимодействии этих кооперативов. Некоторые кооперативы, я смотрела, как действуют в Макмуре, там, к сожалению, в деятельности более ограничено, потому что, ну, это такая довольно локальная автономия, они ображали по возможности большим, нужно учесть, что там буквально возрождает землю, потому что, когда они были в Сирийском государстве, заставляли только монокультуру выращивать, ну, чтобы они не были самодостаточные, и монокультура, она, конечно, истощает землю. Сейчас там учебоство и садомоство, в открытии, например, калибы они выращивают, и стараются сажать новые сады, потому что ведь Тулан Джалан, когда он искал вот те возможности, куда направиться на движение из тупика, ему как раз попались в книге Мире Лучина, такого анархоэколога, который очень много написал о таком вот автономном обществе, они, у него, конечно, произведя очень сильное впечатление, он по-своему переосмыслил, не нужно только, чтобы почистить, ну, прямо-таки анархисты-анархисты, не нужно только, что они марксисты, у них своё, но они вобрали в себя очень многое от левого течения, и, конечно, то, что они делают, там очень много есть анархистских идей. И если они, там, представители официальные дарни, берут деньги в Америке, потому что, то есть, деньги, скорее оружие, и помогают воевать, сыпел они союзники, и это не значит, что они принимают их идеологию. Они очень скептически относятся к капитализму, они понимают, что они с вами временные, ну, как это получилось с Россией, собственно, с вами мы дружим с вами завтра, мы обретаем эту инструкцию, вы как хотите, отдали эту бандюшку Африн. Но они всё это понимают, они критикуют капиталистические отношения, они прилагают совершенно другой уклад в жизнь. И самое важное, то, что они подчёркивают, это революция. Верующая сила революции – это женщина. Один из важнейших вологов – Жен, Жен, Азадей. Жен, Жен, Женщина, Жен, Жизнь. Действительно, там один корень. Жен, Женщина, Азадей, 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 Азадей. И они всячески подчёркивают, что без участия женщин революции не будет, потому что эта революция меняет весь уклад жизни, и женщина, она в этом регионе, на Ближнем Востоке, испытывает особенный гнёд. Помимо того, что её эксплуатируют капитализм, помимо того, что она находится в очень тяжёлых условиях, она испытывает также гнёд патриархальной системы, то есть там двойной, тройной фактически гнёд. И если её не освободить, ну тогда какую революцию, а какую свободу вообще тоже теряет. А как они это осуществляют на практике? Ну, конечно, как, если кто-то рисовался, в первую очередь все видели вот эти фотографии, эти съёмки, возможно, кто-то видел фильмы, не люблю я артист, но хорошая её война, где показаны женщины из Кирилла, женщины-партизанки, женщины из отрядов самообороны, и даже штурмом в Раке командовала женщина, Мураджа Пилат, возможно, вы видели эту фотографию. Так вот, это ещё не всё. Конечно, как Мао говорил, да, не только рождает власть, но тут, перефразируя, винтовка спасает от власти. Не только винтовка дала, не только автомат Калашникова дал силы женщинам, но и то, что женщины стали ходить по ревням, и, ну, как профессионер, как поведу, да, рассказывать о том, что есть другая жизнь, есть другие возможности, и что на самом деле женщина не должна быть почтённой роли, это для неё просто естественно, наоборот, она человеку, у которого всё в руках, и нужно просто взять самой, в эти руки не ждать, что кто-то там придёт освободить, а самоучаствовать в своём освобождении. Когда мы были в лагере беженцев Махмуд, и мы пришли в женский совет, который, кстати, имеет там большое влияние, во всём посёлке там вся жизнь пронизана вот этой сетью советов, начиная от того, что там на каждой улице есть свой совет, и заканчивая тем, что есть общий совет посёлка. Плюс ещё у людей есть свои советы, но это не профсоюзы, это скорее советы или ассамблей, кому как больше нравится, по роду деятельности, где они тоже могут решать какие-то свои вопросы. у женщин есть квота 40%, некоторые говорят, ну зачем квота? Главное, чтобы они были эффективны. Но женщинам уже нужно как-то учиться быть эффективными, если она всю жизнь занималась семейным ночевом, для того, чтобы ей стать эффективной в общественной жизни, она должна учиться. Поэтому есть такая квота. И в каждом совете два сопредседателя, это мужчина и женщина, каждый раз, обязательно. И есть вот этот женский совет, который занимается делами женщин, и который имеет такую роль, что в принципе на общем совете они могут положить это своё на любое решение, если они считают, что права женщин как-то очень нравится. Да, они занимаются с одной стороны традиционными вопросами как-то в отношении, например, в семье. То есть если там какие-то конфликты не только с мужем, со свекровью, с другими членами семьи, или там проблемы с детьми, они помогают во всём этом разобраться. Ну, может, по-моему, это вызвать какую-то стептическую конку, куда-то, что они там лежат в частную жизнь. Но там это как-то всё естественно, потому что так или иначе люди живут вместе, они знают проблемы друг друга, и они стараются, чтобы человек с тяжёлой ситуацией не остался наедине своей проблемой. Там стараются не допускать именов насилия, потому что проблема такая есть, и очень внимательно за этим следят. И, например, вот мальчики и девочки, они вместе учатся в школе, и вот с такого возраста им объясняют, что они равны своих правах, и семейное насилие не допустимо. Например, там, где приходят Апачинские, где люди привыкли уже жить там из поколения в поколение по другим принципам как-то в Дальше-Надрежном Востоке, державшим в очень мертвом положении, она там и пикнуть не смеет, то они устраивают лекции не только для женщины, и преимущества тоже у их пустинности семейного насилия. Ну, на тех территориях, где действуют отряды женственной самообороны, это всё ещё подкреплено тем, что они могут им пожаловаться, и, собственно, будут спросить на поле. Но принцип такой, что не тарать, а менять. Менять саму право жизни, объяснять людям, что им нужно меняться, и это будет выгодохаживать. Чтобы женщины себя чувствовали более уверенно, это не только помощь в том, что им нужно пожаловаться, и что там, ясу какую-то прочитать, мужа убедят, там, не вести себя так плохо. Женщинам дают возможность получить, например, какую-то профессию. Поэтому есть чисто женские кооперативы, где они могут чувствовать себя более уверенно, где они могут учиться в какой-то профессии, но, например, в Макмуре сделано как, что в первую очередь туда направляют женщин, в которой семья особенно нуждается, и потом они уже получают эту профессию, они могут тоже уже кого-то научить, может, она уже встала на ноги, она уже что-то может делать, туда приходит еще какая-то женщина. Значит, в этом кооперативе все решается сообща, у них тоже есть там те женщины, которые руководят, но, опять-таки, кто такие эти руководители? Это скорее координаторы, и люди, на которых наибольшая ответственность. Если человек начинает себя вести, как там большой босс, большой начальник, она вам всеми указывает, там всячески это демонстрировать, но его, значит, его раскритикуют, ему предложат ли в Каппе измениться, и его будут отдать вперед другому. Обычно в кооперативах часть, значит, денег идет на зарплату, она делится по уровню, часть денег они отдают общине, или там же искусству совету, на параметры нужды общие, и часть идет на модернизацию, или на то, чтобы там какие-то расходные материалы, закупорцы и так далее. Ну вот я была, например, свидетелем, когда Дмитрия пригласили посетить в оперативное Каппе, в посылку в окно, там просто подруги пришли, тем женщин, которые работают, просто помочь, бесплатно, потому что нужно было мать печь много печенья к выходу, и вот они пришли им помогать. Печенье действительно очень вкусное, такое очень уютное, пользуются большим спросом, они хотели бы расширяться, но там есть проблемы, ну в тот момент, когда вы там были, примерно в 20 километрах это была линия Кропа-Сыгил, поэтому так и экономически была ситуация сложная, и в военном плане тоже седло на чеку. Я надеюсь, дальше у нас будет больше возможностей, хотя опять-таки, да, постоянно все меняется в регионах. На территории Рожавы, даже сейчас весной этого года, 2017-го, сейчас скажу название этой деревни женской. Женуар, женская деревня, организована опять-таки на кооперативном принципе. В первую очередь, они занимаются там сельским хозяйством, они сажают сады, они сажают себе кучевые фигуры, они сами строят себе дома. Там только они женщины, ну не потому что они считают, что там мужчины, как бы, лапочка вообще без них, но они пытаются сами научиться своими руками что-то делать, там очень много женщин, переживших в Мессе, там много женщин решили в Мессе, вот они решили сделать такую чисто женскую комулу, чтобы они сами учились все делать, сами себя всем обеспечивать, чувствовать себя более здорово. Возможно, те, кто интересуется темой, слышали такое понятие, как женология. Женология у апачистов это как наука о женщине. Мне сначала не совсем было понятно, что же это, поэтому помимо личных впечатлений, я в общем-то читала те, кто тоже есть за курдом, и что они рассказывали о женологии, что они поняли, и как тем объясняли. Как? Это аналка, ну как, не просто, о женской силе, о женском знании. То есть, например, вот этот женский совет в Махмуре, мы были очень удивлены, что он носит имя Иштар. Обычно там все какие-то организации, названные именами мучеников, пусть никого не смущается, слово шахид. У апачистов шахид это мученик, в борьбе за свободу, в борьбе за свободу. Не обязательно он мусульманин, они точно так же пишут про тех левых, анархистов, которые приехали в Афинь, приехали в Рожаву, чтобы помогать ему сражаться с исламистами или врагами. Так вот, вы удивитесь, почему Иштар? Они говорят, понимаете, для нас это символ женской силы. Она может дать жизнь, она может забрать жизнь, она может защитить жизнь. И для нас это такой символ, что женщина, нет, это не слава, пол, это не какая-то нежная сиялка. Нам нужно только помочь ей почувствовать вот эту свою силу, почувствовать свои возможности. Ну, дальше кто-то считает берегусов, он считает, что пока нет, там иногда они говорят, что женщина вообще во многих аспектах лучше мужчина понимает, как устроен этот объект, она слушает ее по-другому. Ну, нам приводили такой пример, пока мужчина думает, что бы нам сделать вот так, и вот так. А женщина, так, а как он будет это конкретно делать? Так, а как мы организуем питание? Кто будет это готовить? Кто там будет просовывать? Кто вырастет? Нет, и так далее, и так далее. то есть очень конкретными такими путями умерли. Ну, тут можно с этим соглашаться, можно и соглашаться. Я вот прожив 45 лет в жизни, я видела, что не зависит от того, женщина или мужчина. Как люди бывают мысли более абстрактные или более конкретные. Главное, чтобы они друг другу помогали. Собственно, что предлагает Апочист это действительно такое общество, где каждый человек вне зависимости от гендерной принадлежности, от религиозной принадлежности, вот там вообще я не знаю, в вашей двери. Чтобы он чувствовал себя комфортно, чтобы он мог приносить и пользу обществу, и сонтал раскрыться, и чтобы, собственно, он не завис от каких-то чиновников, от какой-то вертикали власти, а чтобы он со своими идеями мог пойти в совет и там участвовать или просто делиться этими идеями и участвовал в жизни всего общества. И что без женщин, без участия женщин нам вообще ничего не получится. И надо сказать про общение. Конечно, женщин прекрасная, деколубка по цвету, кто-то такой, при более патриотальном кладе вырос на свои привычки. А есть женщины, которые действительно они прошли о том неуду в прямом смысле, и они воевали, и в тюрьмах они сидели, и кухи они пережили, и они сохранили свои утверждения. Но ты чувствуешь, что действительно это настолько сильный, стойк уверенный человек, очень мудрый, очень доброжелательный, с таким прямым, железным стержнем внутри. И меня очень порадовало общение с совсем молодыми девушками, очень такими сажженными, очень бойкими, очень уверенными, которые говорили о революции, о месте женщины. И собственно, они же конечно устали все от войны, и они нас не потянули, мы вынуждены воевать. Они предпочитают говорить, о том, найдется свое место, каждый может расстрелиться и раздаваться. Вот, я так постаралась вкратце рассказать, возможно, будут вопросы, я говорю, нет у меня возможности оказать какие-то красивые слайды и я без компьютера, может, я какие-то цифры расскажу, но, по сути, я смогу ответить. Есть вопросы? В принципе, любой из этих тем я могу развить подробнее, например, как например, устроены женские отряды или женские кооперативы или например, такая ситуация, которая меня, можно сказать, поразила, когда мы прибыли в Маху, в этот поселок, мы, ну как, хорошего всегда к обеду, и мы попали как раз к столу, и я увидела, как люди заботятся друг о друге, ну там из одного котла все наливается, и вот обычная такая ситуация, никто там не толпится, вот стоит котел, туда наливают, дальше тарелки передают, никто не волнует, его не забудет, товарищи позаботятся, потом все берут, несут свои тарелки, выкидывают, вытирают стол, моют посуду, неважно мужчина, женщина, они еще поспорят, слушай, давай, если ты уже был, посуду, давай я помою посуду, ой, товарищ, ты устал, давай я помою посуду, у них вот эта забота о своих товарищах вне зависимости от гендера это возможность действительно сделать для них что-то хорошее, ни в коем случае не какая-то унизительная делать, они все стараются делать все, пропитать, готовить, стирать, и опять-таки вот такой момент, я обратила внимание, когда я еще перед поездкой пошла хоть чуть-чуть в Курманже, в Кузький центр, где очень много опочисток, тебе протекнуть руку не задумываясь, ты женщина или мужчина, никогда руками если это опочист, он тебе всегда пожмет руку, потому что ты для него тоже понимаешь, какая разница, если есть еще вопросов давайте расскажу про кооперативы, про кооперативы, да, про женские, про смешанные, про женские, ну, вот, например, кооператив, где вы были, швейный, там, что интересно, мы пришли, уже смена заканчивалась, ну, к сожалению, не могу фотографию показать, смена заканчивалась, и единственный человек, который себя склонившись над машинкой, это был единственный мужчина в зале, который профессиональный, ясный, ясный, не могу сказать, он учил этих женщин, как шить на профессиональном оборудовании, так как уже показывал, помогал, и там тоже приходили подруги помочь, что-то сделать, и вместе они потом стараются реализовать эту продукцию, где-то они получают заказы внутри поселка, где-то им вовне дают заказы, вообще все, все стараются делать вместе, все сделать сообща, все это наберут, все прозрачно, и надо сказать, что вообще в женской дружбе уделяется большая внимание, что женщины учат, что они конкуренты какие-то за мужское внимание, как насущный уплант, а то, что они все старые, они товарищи, и опять-таки важный момент, но из таких малашей понимаешь, соответственно, как устроено общество, и насколько некоторые вещи самые естественные, когда, как будто говорят, бабочные братья и сестры, сестры и братья, они очень нравятся эти слова. Кстати, по поводу товарища, 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 по-кульски, и ей сейчас трифоны, хивала, так что, ну, кому-то будет, наверное, особенно приятно. Кооператив, например, где мы были, который тепличный, там водопродукция, которая производит, а армейологическая продукция, первую, что очень важная, и земля там фактически вся завезенная, надо сказать, что вокруг окно, там, служит в пустыне, там, вот те сады, которые они выросли, а просто дорожаясь по пустыне, сюда выложены, сделаны азийские пустыне. В этих теплицах специальная земля, экологическое производство, очень вкусное поселение, которое у нас обещает, вкусные, свежие сладки, и, в первую очередь, внутри поселка по самым любимым центром ряда скурса. Вообще, какие-то излишки, потому что они уже выносятся дальше и на рынок, и, например, в ближайшие годы мы уже состоим на пустыне и там уже реализуются. Опять-таки, все построено на том, чтобы каждый поселок было участия, каждый просто был вклад и позаботился о тех, и тяжелее всего, чтобы решить в этом было бы возможности на пустыне. Еще я хочу сказать о том, что там в большинстве детских садов детские сады и школы это самое лучшее здание. Поселка как дома учатся кровные. Это самое лучшее здание. Если они получают какие-то дотации от ООН и еще от каких-то благотворительных организаций, они в первую очередь используют этот проект. И они у нас мало, к сожалению, детских садов, мы хотим и больше, потому что семья традиционно большие, она важна, чтобы у женщин было время для общественного округа. Она видела не только семью, но и участвовала в общественной жизни. Если ей тяжело, мы стараемся найти или какую-то песню поддержала на родину. То есть все это очень конкретно. Все это с одной стороны такое произведение, с другой стороны дает очень плач эффект, когда ты видишь передач очень смелых женщин, которые готовы отстаивать свой опыт жизни в общественной И в общественной может быть что-то что-то есть в общественном мире. Например, реку Наражанова, в частности, показать карту, он достаточно большой, там это уже распространено, мало того, они предлагают распространить вот эти принципы совета, и, наверное, многие видели эти кадры, когда женщины освобождены из Северной Северной, они находятся в очень времени, они курят и бесплатно на камеру, плачут, радуются, сейчас же началась новая жизнь. Они предлагают, во-первых, для всего Брежного Востока такую возможность, где и женщины будут свободны, и люди, где зависит от своей национальности, они смогут строиться в жизни, по-моему, в генетическом федерале. Что можем взять мы? Ну, мне, например, очень понравилось, что люди, которые получают какую-то ответственную лечение, которые выбирают им все прямое рисование, это не какой-то начальник, который теперь может делать все, что хочешь, это человек-ходочетный, человек, которому можно и нужно, и человек, которым, он понимает, что на нем просто очень открестность, и вот это открестность друг перед другом, не боязнь делать какую-то работу, которая может кому-то, как кажется, черной, неблагодарной, она мне очень понравилась. Мне очень понравилось еще очень важный момент, которым я, например, хочу научиться. Это умение спорить, но не так, как у нас, да, нам нужно совместение куда-то вонять, под принтус, лишь бы доказать свою проботу. У них этот спор, они предлагают, да, пожалуйста, отлично, у нас собираются плачисты, социалисты, вот у нас тут споринист, у нас партисты, отлично, давайте спорить. Для чего? Не для того, чтобы показать вам лучше всех, а для того, чтобы найти какую-то лучшую вектору, для того, чтобы прийти к какому-то лучшему решению, потому что все разные, разное мнение, и мало ли кто придумывает что-то очень хорошее, а если мы тут будем, например, друг друга критиковать и говорим, что там пропащий человек, и он пошел в свою судьбу, в свою судьбу, в свою судьбу, в свою судьбу, грустно, от этого пользуя его, критикуем, предлагаем, и санкционируем уже, критикуем, не закупайся, и слушаем внимательно других, чтобы вместе что-то делать, потому что, конечно, одна ваша судьбу есть. У нас, к сожалению, очень многие группы распадаются от того, что либо кто-то стесняется, что он не может, лучше или умеет, а кто-то, например, начинает, я, я, я все сделаю, а кто-то просто так в ответственность, что я не все сбрался, но в итоге все это удачет, не горает, но сейчас очень много. Вот мне бы хотелось пообщиться, как они действительно свое взаимодействие спорят, как они умеют правильно критиковать и реально спорить. Мне очень нравится действительно отношение между мужчинами и женщинами, это такой участок революции, очень такое дружеское, дружеское, на равных, без выяснения, кто хуже, кто лучше, кто лучше, кто лучше, потому что люди чувствуют, они делают лучше. Вот если еще какие-то вопросы, которые были с вами, я более-менее непонятно. Так, сейчас я даже покажу вопрос книг. Вот, например, есть какая-то книга «Курдистан». «Реальная демократия в условиях войны и блокады» — это книга переводная. Есть книга «Курдистан. Жизнь и Ант. Без государства». Эта книга уже больше части русской литературы статьи, в том числе, как и Дмитрий Петровский, который уже писал, «Курдистан. Жизнь и Ант. Без государства». Я хочу сказать, что есть замечательный ресурс. «Хевали» — «Революция в Курдистане». Он есть на ВКонтакте, он есть на Телеграм, он есть в Вейсбуке. Там самая большая подробная информация, самое распоследнее, как правило. Туда пишут очень много людей, которые занимаются этой проблемой. Там часто бывают переводные материалы. Можно что-то описать, задавать вопросы. Говорят, что книжка, главная статья помогла разобраться. У меня, к сожалению, с собой нет, и слави не получились. Я обложку ему показала. Ну, хорошо, да, я тогда пришла эти фотографии. Может, они есть? Рисурс «Курдистан. Революция в Курдистане» я всячески рекомендую. Есть еще такой момент. Опять-таки есть такая критика, что вот некоторые очень идеализируют как фашисты, очень идеализируют революцию. Конечно, нет, не надо ничего никогда идеализировать. Надо это всему походить критически, но все-таки со здоровой критикой, потому что всегда есть чему-то учиться, а есть от живого революция, живого революционного движения, которое действует, конечно, тем более вечно важно учиться. Еще один момент. Хочу на последний раз сказать, что сейчас немецкие войска в Томбис-Мафрин, где, наверное, служатся еще с собой помидные и советы, и там очень тяжелая ситуация. И тут в кубком доме можно поставить, тут, куда-то все, и у нас возможность оставить какую-то пожертву, потому что пойдет, в первую очередь, жертву на доме, жертву на доме, если какие-то пожертву на конкретно оставить. Я знаю, что интернет, а там же на полостановящие средства пожертвы не собирают, но, опять-таки, приходите на ресурсский вал, там есть вся информация, и более подробно мы всегда с удовольствием покажем, расскажем, поделимся. Всем большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова